МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы жили с лайф в эфире, что обсуждали на неделе в Нижней Палате Парламента. Какие актуальные вопросы затронули депутаты? О самом главном по порядку меня зовут Анна Шолгина. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казахстан планирует получить два займа на 336 миллиардов тенге у иностранных банков. Соглашения достигнуты с Азиатским банком развития и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. Об этом на пленарном заседании сказала депутат Татьяна Савельева. Можелесмены проголосовали за подготовку заключения по этим двум соглашениям. Деньги привлекают для поддержания устойчивости экономики страны. Заем АБР предоставляется Казахстану в сумме 52 миллиардов 300 миллионов йен. Это около 167,5 миллиардов тенге. Срок погашения 15 лет, включая льготный период до июня 2027 года. Заем у Азиатского банка инфраструктурных инвестиций на 52 миллиарда 700 миллионов йен чуть больше 168,5 миллиардов тенге. Срок погашения также 15 лет, включая льготный период. В стране в скором времени планируют запустить новую накопительную систему «Келищек». Законопроект, регламентирующий работу программы, одобрили в первом чтении депутаты Можелеса. Таким образом, государство хочет поддержать юных казахстанцев, чтобы в будущем они смогли получить достойное образование. Для участия в программе родителям достаточно открыть на ребенка специальный счет в банке. Мой коллега Алишер Накипов расскажет об этом подробнее. Программу «Келищек» впервые анонсировали в сентябре прошлого года. Именно тогда, в ходе своего послания народу, президент Касымжум Артукаев поручил внедрить добровольную накопительную систему. Все дело в том, что на сегодня в Казахстане грантами охватывают лишь 40% выпускников школ. Однако к 2040 году при сохранении существующих подходов эта цифра сократится до порядка 15%, отмечают в профильном министерстве. Иными словами, в будущем нас ждет значительное увеличение нагрузки. А значит, высшее образование может стать недоступным для большинства. Депутат Асхатай Магамбетов считает, программа «Келищек» позволит решить проблему. Грантов не хватает. Определенная часть наших выпускников школ обучается на платной основе. Поэтому то, что «Келищек» программа принимается, это абсолютно не означает, что гранты уйдут в небытие, что гранты отменят. Нет, гранты остаются. Программа очень хорошая. Мы сегодня поддержали. По задумке разработчиков, программа «Келищек» должна научить казахстанцев копить деньги. Когда ребенку исполнится 5 лет, родители должны открыть ему счет в банке. Туда от государства зачислят стартовый капитал 60 мрп или около 240 тысяч тенге. Для категории социально уязвимых семей – 120 мрп. При этом к мамам и папам выдвинут встречные обязательства. Ежемесячно пополнять этот счет необходимо как минимум на 1 мрп. Сегодня это 3692 тенге. Таким образом, при минимальных взносах к 18-летию будет накоплено больше 3 миллионов. Это зависит от воли самих родителей. Я думаю, что если мы сформируем культуру сбережений и внедрим систему страхования, то люди начнут экономить ради будущего своих детей. Я думаю, что в будущем это станет основой формирования культуры накопления у всех остальных. В данном проекте будут участвовать также и страховые компании, которые будут обеспечивать гарантию, которая предусматривается данной системой. Например, в случае потери трудоспособности, в случае потери кормильца, страховые компании будут дальше продолжать начислять данные начисления от имени родителей до достижения 18 лет. Накопленные средства можно использовать на обучение в колледжах и вузах. А в случае поступления на грант деньги допустимо потратить на покупку жилья или даже использовать на собственные нужды. Может эти средства потратить на приобретение жилья, либо может передать данные средства своим братьям и сестрам, у которых либо нет накопления, либо у которых накопления не хватает. Эти средства может обналичь, снять и потратить на свои нужды. Если вкладчик решается дальше не учиться и забрать свои средства, то ему средства возвращаются без государственного вклада. Законопроект, регламентирующий работу добровольной накопительной системы Килищек, депутаты Можилиса одобрили в первом чтении. Новую программу планируют внедрить уже в следующем году. Алишер Накипов специально для программы Можилис Лайф. Продолжим. Платить не легионерам, а своим спортсменам, а также отменить финансирование 120 видов спорта, намерены в профильном ведомстве. О кардинальных изменениях в спортивной жизни страны рассказал министр туризма и спорта. Ербол Морзобусынов презентовал законопроект на минувшем пленарном заседании в Можилисе. Бульнара Хасан расскажет, какие новшества ждать. Бывший учитель физкультуры, а на ней глава Минтуризма и спорта, свой доклад начал с кардинальных перемен. Ербол Морзобусынов признал, многомиллионные траты бюджета не дали соответствующего результата. С 2018 по 23 годы на развитие спорта государство затратило триллион четыреста миллиардов тенге. Но затраты не оправдались. На минувшей Олимпиаде наша страна заняла лишь 43 место. Во всемирном спортивном рейтинге за последние 9 лет спустилась с 25 до 42 места. Сейчас наша задача сократить 180 финансируемых видов спорта. Всего мы оставляем 60 видов. Это национальные виды спорта, а также те, что входят в программу олимпийских, паралимпийских и сурдоолимпийских игр. Сейчас мы проводим анализ, в каком регионе какой вид спорта лучше развивать. От министерства создана специальная мониторинговая группа. Решать, какие виды спорта развивать в регионах, будут не акиматы, а профильное ведомство. А региональные федерации будут подчиняться республиканским. Прекратится финансирование таких видов спорта, как пенчак-силат, бьятл, триатл, питан, текфол, унифайт. Эти виды малоизвестны и не поднимают престиж страны. В числе приоритетных остаются бокс, дзюдо, борьба, теннис, гимнастика, национальные виды спорта и другие. Но даже финансирование этих спортивных дисциплин в Казахстане на порядок выше, чем за рубежом, считает депутат Максим Рожин. В год в Казахстане на спорт высших достижений выделяется 775 миллионов долларов. Если сравнить с другими странами, то в Нидерландах выделяется 41 миллион, в Дании 46 миллионов долларов в год. Но достижения спортсменов этих стран куда выше наших. Сколько мы будем выделять на развитие спорта высших достижений после принятия закона? Ответ на этот вопрос Ербол Марзабосынов пообещал подготовить ко второму чтению законопроекта. Также планируется сократить траты на содержание легионеров. Включение этой нормы в законопроект добились депутаты. Теперь иностранным спортсменам не будут платить из госказны. Финансировать их допускается только из частных фондов. Размеры заработных плат игроков за сезон 2023-2024, мягко говоря, шокируют наших обывателей. Так, канадские хоккеисты Эдвард Пасквали и Алекс Грант получили зарплаты в размере 323 и 288 миллионов тенге. Соответственно, и не учитывая бонусов. Это все наши средства народные. Просматривая сегодня законопроект, депутатами были включены нормы, предусматривающие прямой запрет на финансирование спортсменов-нерезидентов за счет государственного бюджета и средств в фазе госсектора. Обе нормы были одобрены и приняты. Куда будут направлены сэкономленные средства? Ербол Морзобусынов пообещал, средства направят на строительство и ремонт спортивных сооружений и поддержку талантливой молодежи. Ведомцы признают, причина спортивных неудач в дисбалансе. Если на спорт высших достижений только в 2023 году потратили 340 миллиардов тенге, то на массовый спорт всего 35 миллиардов. Усилится поддержка пара спортсменов. Победители Паралимпиад и Сурдлимпиад поощряют финансово, а также ежемесячно выплачивают материальную помощь в размере 100 МРП. Благодаря новому законопроекту у спортсменов с инвалидностью первой группы появится сопровождающее лицо. Это облегчит их участие и подготовку к международным соревнованиям. Гульнара Хасан специально для Можилис Лайф. Сейчас к депутатским запросам. Можилис Мэн раскритиковал программу «Даму Бала» и предложил в кратчайшие сроки внести ряд изменений и поправок в работу региональных программ. Они до сих пор качественно не доработаны и не выполняют главную задачу – обеспечить участие детей в массовом спорте, заявил Сергей Пономарев. Например, в Алматы дети тренировались в антисанитарных условиях, плавали в зеленой воде, тренировались в душных подвалах, а уроки вокала и дамбры вовсе проходили без элементарных удобств. Можилисмен Сергей Пономарев назвал «Даму Бала» профанацией. Проверка, проведенная членами общественного совета и маслехата мегаполиса, показала, что подавляющее большинство детских секций и кружков, финансируемых по программе, работают с грубыми нарушениями саннорм и требований к качеству предоставляемых услуг. Лишь 5% из проверенных функционировали в соответствии с требованиями. Пономарев предлагает найти техническую возможность учета для усиления контроля и обеспечить равные условия для всех детей программы, в том числе и с инклюзией. Для развития массового спорта 4 года назад была запущена программа «Артспорт». Идея хороша, но реализация наделала много шума. В конечном итоге социально уязвимые дети остались без возможности гармоничного развития. А программа «Артспорт» потерпела фиаско. После этого каждый регион запустил свои программы. Они до сих пор качественно не доработаны и не выполняют главную задачу – обеспечить участие детей в массовом спорте. Например, несмотря на неплохие стартовые условия и даже добросовестных поставщиков, программа «Дому балла» в Алматы дает сбои. Мы на сегодняшний день сталкиваемся с многочисленными нарушениями со стороны ХАПУ, которые хотят любыми способами заработать. Отопительный сезон не успел начаться, как уже возникли проблемы с его организацией. А без их решения говорить об улучшении ситуации в ЖКХ трудно. Об этом на неделю в Можелесе заявил Дюсенбай Турганов. Речь идет о слабом контроле подготовительных работ в осенне-зимний период со стороны местных властей. По словам депутата, недавняя авария в Саране стала результатом грубых нарушений горы Акиматом – требований закона о теплоэнергетике. Некачественное проведение пусконаладочных работ привели к срыву отопительного сезона. Тогда без тепла остались около 170 многоэтажек и два соцобъекта. Можелесман предлагает повысить ответственность за некорректные проектные решения и предусмотреть ввод в эксплуатацию новых или реконструированных тепловых источников и сетей до 1 сентября, чтобы успеть провести пусконаладочные работы и обеспечить их готовность к отопительному сезону. Ужесточить нормативы потребления энергии и воды в Казахстане предлагают депутаты. По данным Бюро над статистики, общее первичное потребление энергоресурсов к 2030 году увеличится на 17%. Бауржан Смогулов считает, что необходимо принимать во внимание и значительные потери ресурсов. Например, до 14% потерь происходит при транспортировке электроэнергии, до 42% на этапах транспортировки и распределения тепловой энергии, до 2% в потере газа от производства до конечного потребителя. И столько же процентов потери воды по всей цепочке поставок. Эти показатели требуют немедленного внимания и внедрения современных технологий для сокращения таких убытков, считает Мажелесме. В частности, отсутствие единой интегрированной системы учета ресурсов и недостаточная оснащенность приборами учета приводит к тому, что реальная картина их потребления и потерь может значительно отличаться от официальных данных. Мажелесмены встретились с послом Японии Джуном Ямадой по случаю завершения его дипломатической миссии в Казахстане. Председатель Комитета по международным делам обороны и безопасности Айгуль Куспан поблагодарила дипломата за работу во главе посольства Японии в нашей стране, отметив его личный вклад в укрепление двусторонних отношений. Она добавила, что в течение дипмиссии Ямады товарооборот между странами стабильно рос и превысил 2 миллиарда долларов. Также тесно наладили сотрудничество в области экологии, энергетики, сельского хозяйства и культурно-гуманитарной сферах. В свою очередь японский дипломат поделился впечатлениями о работе в Казахстане, выразив признательность за создание благоприятных условий для своей деятельности. Джун Ямады подчеркнул, что для него было большой честью работать в Казахстане, наблюдать за той динамикой, с которой развивается наша страна. Собеседники обсудили также перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Посол подтвердил стремление японских компаний поддерживать социальные инициативы в Казахстане. И большие возможности в этом открывает запуск прямого рейса между Алматы и Токио. В завершении беседы стороны подтвердили готовность продолжать конструктивный диалог в интересах дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества между странами. Отмечу, Джун Ямады проработал в Казахстане 3 года и 7 месяцев. Казахстанские и бразильские парламентарии обсудили на неделе перспективы сотрудничества. В Мажелисе прошла встреча депутатов палаты с депутатом парламента Федеративной Республики Бразилия, руководителем группы дружбы Бразилия-Казахстан Клаудио Кажаду. Участие также принял чрезвычайный полномочный посол Бразилии в нашей стране Марсель Беато. Айгуль Куспан поздравила дипломата с началом дипмиссии в нашей стране и пожелала ему успеха в укреплении двусторонних отношений. Гостей также проинформировали о реализации масштабных политических реформ в Казахстане. В свою очередь, Клаудио Кажаду рассказал об особенностях системы госуправления своей страны, в том числе о главенствующей роли высшего законодательного органа. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия в сфере налогообложения, сельского хозяйства, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, наметив ряд конкретных направлений и форматов для дальнейшего диалога. Такой была минувшая неделя в Нижней Палате Парламента. Это программа Машрис Лаев. Еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok